Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Сразу хочу напомнить, что поскольку сегодня у нас понедельник, разумеется в 16.30, пройдет традиционный для понедельника вебинар, правильный понедельник, где мы разберем фундаментальные события недели минувшей и сохраним преемственность фундаментального фона. Я хочу, чтобы вы в нем, друзья, разбирались, потому что он крайне важен, особенно если вы стараетесь отследить и понять долгосрочные горизонты вложения в те или иные финансовые активы. Фундамент в моменте, может быть, и не дает подсказок, как поведет себя актив, но в забеге на более длинные дистанции, как я называю, можно оценить трендовую динамику. Эстафету на этой неделе от Европейского Центрального Банка, мне очень нравится это сравнение, перенимает ФРС, тоже двухдневное заседание, соответственно, решение по процентной ставке. Но в отличие от ЕЦБ, где мы настраивались на то, что мы получим лишь сигналы будущего изменения монетарной политики, намек на снижение процентной ставки, перезапуск программы количественного смягчения, ФРС сегодня будет более проактивным и, соответственно, уже не будет обещать внести какие-то коррективы в монетарную политику, по непосредственности начнет действовать. Под началом действия я подразумеваю снижение, друзья, процентной ставки, которое должно произойти впервые за последние 10 лет. Вот почему это событие настолько важное для американской экономики, для ФРС и для доллара, потому что фактически начнется новый период для бакса, который, скорее всего, создаст условия для затяжного ослабления. О долларе мы, безусловно, будем говорить всю неделю, сначала готовиться к заседанию ФРС, потом подводить итоги. Но помимо доллара у нас есть и другие финансовые инструменты. Я предлагаю обратить внимание на нефтянку 63.14, это котировки, которые мы видим сейчас. Сделка, которая, на мой взгляд, имеет очень хорошие шансы отработать. Байстоп с уровня 63.30, то есть фактически очень скоро можно взять эту отложку, оказаться в позиции и ориентироваться на то, что бренд пойдет к прежней цели, которую я никуда не убираю, друзья. Эта цель в районе 65 долларов за баррель. На прошлой неделе мы разбирали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Признали, что немного неправильная реакция трейдеров. Может быть, кто-то перемудрил из больших игроков, но на фоне того, что запасы снизились буквально и нефти, и дистиллятов, и бензина, плюс ко всему еще и просел общий показатель совокупного производства в Штатах, котировки не просто не выросли, они даже переписали практически недельный минимум и фактически вернулись к уровню 63 доллара за баррель. Неправильная реакция, нужно возвращать логику на рынки, поэтому я использую такую формулировку с небольшим временным лагом, но мы все-таки вернемся к позитиву, к росту. Тем более, что помимо ожидания того, что запасы дальше будут расти, кстати, прошлой неделе это уже пятая неделя подряд по счету. Может быть, это все еще отголоски ранее просевшего объема добычи в Мексиканском заливе из-за тропического шторма. Но даже если опустить данные по запасам, у нас есть и иной фон. Это событие на Ближнем Востоке по-прежнему это серьезная такая бомба, пороховой заряд, которая в любой момент в случае эскалации напряженности может привести к новому витку ралли для котировок нефти. У нас есть мягкая риторика представителей ФРС и, соответственно, ожидание снижения процентной ставки. Это должно привести к снижению курса доллара и, соответственно, привести еще больше интерес к длинным позициям по маркам Brent и WTF. В общем, друзья, есть что отыгрывать, не забывайте про то, что тотально сейчас фон на стороне покупателей. И если хочется зацепиться еще за показатели совокупного спроса и предложения, то можно привести в доказательство еще и пятничный отчет Baker Hughes по количеству нефтяных буровых. Их число сокращается, друзья, и это снижает отчасти нагрузку на будущее предложение. Не вижу причин сейчас нефти продавать, если фон изменится. Я вам, безусловно, об этом расскажу. Но пока что он способствует только росту. Доллар иена 108.58. Настроение на рынке неоднозначное, я бы сказал. Каждый отчет сейчас анализируется с точки зрения того, как ФРС будет действовать в плане снижения ставки. Это умеренное снижение либо агрессивное. На агрессивное снижение ставки я не настраиваюсь, потому что все-таки действительно были более-менее нормальные отчеты, которые сейчас не заставляют нас, и так же, как и прочих трейдеров, вбиться в истерике, ставя крест на американской экономике. Нет, в плане макроэкономических данных не все так плохо. Вот, к примеру, годовые данные по ВВП вышли лучше прогноза. Основной индекс расходов на личное потребление 1,8. Фактическая цифра в прошлом месяце был хуже показатель. Но все равно тот фон, который ранее сложился за многие месяцы, за первое полугодие, сигнализирует о том, что американская экономика все-таки стала буксовать. И ей нужно помогать. ФРС уже признал, что он займется, опять же, поддержкой, как и обязан сделать соответствие со своим мандатом. Поэтому в данном случае речь пойдет о снижении процентной ставки на 25 байсных пунктов с 2,5 до 2,25%. Очень интересно также отметить, что помимо заседания ФРС у нас еще и первая пятница, получается, нового месяца. И мы ждем с вами данные по Non-Farm Parals. Статистика будет опубликована уже после заседания ФРС. Я думаю, что тоже даст нам определенную возможность для полета мыслей касательно того, как ФРС будет действовать дальше, до конца 2019 года. Но все равно, друзья, по доллару, на мой взгляд, горизонт уже очевиден. Мы будем постепенно снижаться. Это вряд ли будет агрессивное снижение, потому что отчасти все-таки доллар уже отработал те риски, которые перед ним вырисовываются. Но имейте в виду, что тренд будет нисходящий. Поэтому откуда бы вы сейчас не продали пару, мне кажется, это априори выигрышная сделка под дозаной с 2019 года. Евро против доллара 1.11.25. Драги сказал все, что нужно. Статка будет снижена после августовских каникул. В сентябре на заседание понизлено на 0,1%. И также, возможно, запустить программу количественного снижения. Перезапустить, так будет правильнее, уже где-то в декабре. Ждем. Причин для этого очень много. По статистике, куда бы мы сейчас не взглянули, там везде лишь удручающий фон. Это активность производственного сектора в сфере услуг. Кстати говоря, на этой неделе у нас данные по ВВП еврозоны. Ожидается 1% с 1,2%. Данные по инфляции также выйдут в среду. И тоже слабый прогноз. Дополнительное топливо. Друзья, о том, почему евро нужно продавать и ориентироваться сейчас на цели 1,10%. Кстати говоря, чтобы далеко не отходить от евро, я предлагаю также длинную сделку по паре евросвиси. Там очень хороший уровень 1,10. Он неплохо отработался. Мы сейчас на отметке 1,1050. В принципе, сделка тоже беспроигрышная. Потому что Национальный банк Швейцарии сейчас, как на иголках, он ищет повод и возможность провести вербальную интервенцию, либо валютную. Но она последует, потому что франк очень сильно укрепился. И если пара евросвиси снова будет претендовать на тест 1,10, я думаю, что все-таки дрогнет вот эта решительность. И Национальный банк Швейцарии даст всем понять, насколько он не заинтересован в дорогом курсе национальной валюты. Цели возвращения как минимум в район сопротивления 1,12. Фунт против доллара 1,2362. Здесь тоже все понятно. Тренд уже нисходящий. Предлагаю сделку селлимит с уровня 1,24. Нужно сказать продавцам спасибо Борису Джонсону, который новый теперь премьер. Это не только дальний родственник королевы эпатажной политики, как я помечал, но еще и непримиримый сторонник жесткого Брекзита. Фактически выступая уже перед законодателями, перед палатой представителей, он анонсировал то, что до 31 октября Англия покинет ЕС. Никаких переговоров, особенно переговоров, которые требуют от Англии больше уступческой, скажем, позиции, никаких переговоров в таком русле не будет. Это напрягает оптимистов, безусловно, потому что повышает шанс на реализацию жесткого Брекзита, когда Англия потеряет доступ к единому европейскому рынку и таможенному союзу. Сейчас мы еще говорим о том, что на фунт будут давить кадровые перестановки. Это действительно так. Очень много тех, кто сейчас находится в кабинете министров, не согласны с курсом Бориса Джонсона. Политические интриги, они сохранятся, поэтому, возвращаясь еще к макроэкономическому фону, помимо политики на фунт потенциально будет оказывать давление и ожидание смягчения тоже режима, в частности, в этот четверг, суперчетверг заседания Банка Англии, в ходе которого Карни признает, скорее всего, то, что и Банка Англии, так же, как и ЦБ ФРС до конца этого года неоднократно снизит процентную ставку. Доллар Канадис, друзья, держим длинные позиции. Сейчас котировки 1.3171, ждем возвращения пары в район отметки 1.34-1.35. По австралийцу тоже удерживаем короткую позицию 0.6904. Соответственно, в эту среду, когда выйдут данные по инфляции в Австралии, у нас будет возможность с вами еще раз зацепиться за перспективы смягчения экономической политики, потому что, на мой взгляд, инфляция окажется хуже, чем в прошлом месяце, гораздо хуже. Это будет возможность для нас поставить на то, что неминуемо снижение процентной ставки в августе, либо в сентябре. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.